Здравствуйте, Галина Петровна. Гости в доме Галины Петуховой бывают нечасто. Сегодня вместе с нами к ней пришла ординатор медицинского университета Анна Сараева. К сожалению, здоровье у многих ветеранов Великой Отечественной войны немножко шалит. Галина Петровна, к примеру, жалуется на боли в сердце, ногах и спине. Давление, говорит, повышается. Но теперь контролировать его будет проще. Наши партнеры подарили женщине современный тонометр. Прятать шкаф, прибор, ординатор не советуют. А еще Анна Сараева пожелала постоянно держать себя в руках. Не волноваться. Вот. Самое главное. А вы скажите, как? Как не волноваться? Только положительные эмоции. Не смотрите, не читайте ничего плохого. А как не волноваться, вновь и вновь спрашивает Галина Петухова. Ведь ее жизнь – сплошное испытание. Когда началась Великая Отечественная война, женщине было всего 4 года. Практически сразу ее родной город Псков захватили фашисты. Два года, вспоминает, жили под ними. А потом ее семью угнали в Литву, в концлагерь. Фашисты били нас за каждую, за малейшую провинность. И кровь у нас брали не знаю сколько, и уколы какие-то делали, мы не знаем. Я была 6-7 лет маленькая. Послевоенная жизнь, кажется, все тяготы войны сначала окупила с лихвой. Она стала педагогом, вышла замуж за кадрового военного, родила двоих детей. А потом новый удар судьбы. Убили дочь. Ушел муж, потом умер во сне сын, а ровно через 10 лет – любимая мама. Последний близкий человек на Алтайской земле. В Барнауле Галина Петровна живет всего 30 лет. Говорит, когда-то сюда переманил муж, а потом оставил одну на чужбине. Видите, детки занимаются, я смотрю. И вот трудно стоять, я облокочусь вот так и смотрю на детей. Ни внуков, ни правнуков, никого. Так люблю детей. Сегодня Галине Петровне жить помогают встречи со школьниками. В гимназии номер 123 она постоянный гость. А еще женщина занимается разведением цветов. Любит слушать красивую музыку. Часто бывает в театре музыкальной комедии. На постановки привозит близкая приятельница. Говорит, добрых людей на земле все-таки больше. Всем говорю, я буду жить до 100 лет, потому что мне надо. Мне надо. Кто же будет ухаживать за могилкой, если не я? Ольга Калачева, Андрей Печоркин, информационный канал, город.